13.06 в городе Кирове. Микрофон Светлана Занько. Это программа «Особое мнение». И свое особое мнение сегодня высказывает ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Несмотря на то, что погода такая грустная, тусклая, у нас тут с вами на столе кофе стоит. Так что если будем засыпать, будем прихлёбывать кофеёк. Давайте начнём с не оставляющей нас дискуссии и не смолкающей потоку новостей по поводу рынка на Комсомольской площади. Ярмарку на Комсомольской сегодня утром начали сносить, вышла техника. Следите ли вы за этим мероприятием всем, за дискуссией, которая по поводу этой ярмарки и не только по ней выстроилась? И что вы думаете? Ну, конечно, я знаю об этом, не могу сказать, что активно прямо слежу. Но ситуация известна и понятна, в принципе, что я об этом думаю. Ну, если бы это было всё внезапно, конечно, тогда, наверное, было бы нерадостно и обидно за товарищей, которые торгуют на ярмарке и так далее. Но, насколько мне известно, уже минимум как три года об этом речь идёт, о том, что там будет и стоянка, и парк, и все, кто там торговал, об этом были уведомлены. И даже, насколько мне известно, договора заключались на очень короткие сроки. Ну, то есть, всем об этом было известно. Это правда, это подтверждает не только чиновники городадминистрации, но и сами предприниматели с рынка. Ну, поэтому я не вижу здесь, как бы, ну, повода для каких-то возмущений, тем более особых дискуссий. Вы поддерживаете действия властей в данный момент? Вот они сказали, что не будет ярмарки, и чётко действуют. Вот технику сегодня вывели. Ну, во-первых, а что они ещё должны делать? Если по плану это есть, они должны были именно таким образом поступить. Другой вопрос, можно было бы обсуждать, что должна быть там ярмарка или должен быть там парк, парковка. А имеет смысл продолжать обсуждение? Вот, ну, нет, ну, сейчас тоже не имеют. Ну, раньше можно было бы обсуждать. Но я также думаю, что парковка и парк там более уместны, чем ярмарки. Вы согласны? Ну, это не моё особое мнение, но вообще я согласна с этим, да. А тогда ещё пару слов по поводу того, а что у нас вообще происходит с ярмарками в городе Кирове и с рынками. Потому что вот меня не оставляет ощущение, сколько лет я здесь живу, что вот совершенно неорганизована такая торговля, и всё, что называлось ярмарками и рынками, с большой натяжкой можно было бы назвать такими точками, да. Не очень цивилизованно, крайне малый выбор товара. Это моё вот сейчас уже мнение. Совершенно невозможно купить свежий творожок там и ещё что-то, что связано с фермерскими ярмарками. Их вообще, мне кажется, у нас как таковых нет. Почему такая ситуация сложилась? И, может быть, я не права, вам нравится то, как у нас всё устроено. Ну, почему сложилась-то я не могу сказать, это не от меня зависит. А в целом, насколько я общался с людьми, кто и участвовал в ярмарках, они считают, что им это невыгодно. Вот просто невыгодно, потому что надо, ну, даже если бы не надо платить аренду, да. Само надо привезти товар, надо оплатить продавцам, так сказать, зарплату и так далее. А вот, скажем, какую сумму ты выручишь, это большой вопрос. Потому что активности на этих ярмарках нет и возможно... Активности со стороны покупателей? Да, со стороны покупателей. И как раз именно по той причине, по которой вы говорите, нет особого выбора. То есть ассортимент, тот, который бы хотелось покупателям приобрести, тот же, как вы говорите, творожок, свежее молочко, то его на ярмарках не купишь особо, потому что есть санитарные нормы, которые, так сказать, запрещают это все продавать. Ну да, действительно, у нас в студии частенько говорили о фермерах, что трудно получить разрешение, и много денег нужно заплатить, и пунктов мобильных нет, нужно куда-то что-то везти, и маленькие партии продать трудно таким образом. То есть у нас какой-то замкнутый круг получается. Как его замкнутый круг? Надо, мне кажется, принимать опыт тех городов, где это организовано. Ну, я лично в Москве часто бываю, и там на таких ярмарках хожу, мне нравится. Даже не потому что что-то приобрести, какое-то настроение создается. Ну, конечно, что-то и купишь. А как у вас настроение, когда вы видите у нас здесь ярмарки выходного дня, например, у филармонии? На что это похоже? Я там работаю недалеко. Да? На что это похоже? Ну, ярмарка. Как смогли, так и здоровы. Я не буду говорить, на что похоже. Что можем, то и делаем. На Москву это не похоже точно. Да. Давайте перейдем к следующим темам. Тоже событие актуальное. Прямо сейчас происходящее в Москве форум, Всероссийский форум Общероссийского народного фронта по здравоохранению. Да? Вот уже все выходные, и сегодня он продолжается. Надо сказать нашим слушателям, что по инициативе Владимира Путина этот форум был организован. Я его сейчас процитирую Владимира Путина. Миллионы людей ждут от нас улучшения ситуации в сфере здравоохранения. Вот на это надо ориентироваться прежде всего на потребителей, на граждан. А граждане что говорят? Они недовольны здравоохранением, несмотря на все предпринимаемые усилия. Мы должны проанализировать, почему так происходит, что надо сделать, чтобы ситуацию улучшить. Ну вот, то есть, этими фразами, можно сказать, он оправдывает происходящее, имеется в виду форум. В рамках форума много очень предложений прозвучало. Интересующиеся могут зайти на сайт onf.ru, там прям лента идет новостей, ежесекунда обновляющиеся. Но в частности, эксперты ОНФ составили рейтинг регионов по оценке, которую они проводили, опрашивая граждан в этих регионах. Разделив, собственно говоря, регионы на несколько групп. И наш регион попал в группу с оценкой «Хорошо». Регионы категории «Хорошо». Примечательно, кто еще, а какие еще регионы вошли в эту группу, кроме Кировской области? Тюменская, Томская, Чечня, Ингушетия, Мордовия, Бурятия, Якутия. При этом, вот мы там полного не видим сейчас в списке, он, видимо, выложится еще. При этом СМИ пишут, что как раз вот Чеченская, Томская республики, они лидеры рейтинга. Из чего я могу сделать вывод, что мы тоже лидеры со знаком «плюс». Вот вас это радует или на какие мысли наводит? Ну и кроме того, хочу сказать, что вот этот сервис по оценке здравоохранения ОНФ хотят ввести и сделать его интерактивным, чтобы люди могли прям заходить и голосовать, чтобы не надо было опросы придумывать. Первое, согласны ли вы, что у нас хорошо со здравоохранением, что вам не нравится, и станете ли вы голосовать, если этот рейтинг станет интерактивным? Я, конечно, не эксперт в области здравоохранения. Могу говорить только как гражданин, как пользователь услуг медицинских. Ну, государственными услугами именно я пользовался в последний раз полтора года назад. Такое, что две недели пришлось провести в областной больнице, в поликлинике. И, знаете, мне понравилось там, честно говоря. Знаете, все говорят, что в областной больнице более-менее все в порядке и с узкими специалистами, и с анализами, и с обследованием. Я не могу сказать, что там лучше, чем дома. Дома, конечно, лучше, но, тем не менее, уровень обслуживания и вообще пребывания там, конечно, на высоте, и в том числе получения медицинских услуг. То есть, действительно, я там получил то, что нужно было. В то же время я прекрасно понимаю то, о чем вы говорите, что, возможно, областная больница – это одно из лучших как раз учреждений здравоохранения в области. И в остальных местах не столь красивая картина, тем более, что я общаюсь с людьми и тоже знаю, где и как, и что происходит. И есть, конечно, недовольные уровни качественного обслуживания. Что касается оценки вот этого Общенародного фронта или опроса людей, я бы, что… А зачем Владимир Путин вообще это сделал? Удал такое поручение своим соратникам, он же возглавляет Общероссийский народный фронт, организовать поисковую работу, опросить, составить рейтинги и такой мощный форум в Москве сделать? У вас провокационные вопросы, конечно. Почему? Он очевидный. Что Путин преследует? Вот, как вы думаете? Наверное, ничего тайного здесь нет, скорее всего, есть. Что вот что-то делается, вот выпустить, так сказать, пар, чтобы возмущение народное, так сказать, куда-то было направлено. А, то есть президент держит руку на пульсе, как всегда. Конечно, ему же докладывают. Так, чтобы народ в себе не таил, я сказал, успокоился. Потому что в реальности улучшить без соответствующего финансирования можно немного. Конечно, можно на каких-то инициативах, на самопожертвовании делать что-то, но недолго. Все-таки под любую инициативу нужны соответствующие финансовые вливания в медицину. Поэтому они сейчас, к сожалению, не именно в общую такую медицину народную, скажем, чем пользуются большинство граждан, не такие большие, какие необходимые. Поэтому нет нужных специалистов и так далее. Но я бы хотел все-таки продолжить путь, который начал, о том, каким образом происходит оценка. Видите, оценка граждан, это все-таки очень относительная оценка. Я боюсь, что они оценивают не качество работы, то есть не качество, что такое качество полученных услуг именно в медицине, здравоохранении. А вылечили тебя или не вылечили? Помогли тебе конкретно или не помогли? Так? Так. Но оценка, насколько я понимаю, в основном такая эмоциональная. То есть понравилась тебе беседа с врачом или не понравилась? Как тебя приняла медсестра? Вот вы знаете, я должна вот как-то еще уточнить все-таки, может быть, не только оценка граждан, потому что оценивали же еще и публикации в СМИ, там, доступность к качеству оказания медицинской помощи, что о ней говорили. Что говорили по поводу оптимизации системы здравоохранения в публикациях именно в СМИ. А что говорили о лекарственном обеспечении населения тоже в публикациях в СМИ. То есть кроме опроса граждан, еще и публикации тоже анализировались. А смешники, они любят, как вы знаете, вытаскивать всякие... Смешники любят, прежде всего, какие-то отрицательные вещи вытащить. Если есть одна, хотя бы один факт отрицательный, он перебьет обязательно 100 положительных. Поэтому на основании СМИ я бы не стал делать вообще никаких выводов. А вот на основании опроса граждан, это все-таки, прежде всего, эмоциональная оценка, которая не говорит о качестве непосредственного услуга. У меня непосредственная информация из нашего ОНО, из Кировского отделения, о том, какие плюсы и минусы у Кировской области. Основной плюс – это программа дополнительного лекарственного обеспечения сердечников. А из главных минусов подчеркивается доступность узких специалистов. То есть, наоборот, получается, их недоступность – кардиологов, детских специалистов, типа пульмонологов и так далее. Но вот мне, как родителю, или просто как человеку, который в государственные клиники ходит, это очевидно, что действительно вот так. Ну, то есть, я могу сказать, что с этим согласен, что… Единственное, что меня удивило, что мы где-то в одной группе лидеров, получается, с Чечнёй и с Ингушетии, где как раз обеспечение-то, наверное, повыше. Ну, вот третий раз хочу сказать, что всё-таки граждане оценивают это эмоционально. И дело в том, что всё-таки у нас можно попасть бесплатно к врачам. Да, вот я бы за 30 минут… А в Москве, между прочим, удовлетворительно, а не хорошо, у нас лучше. Потому что там тоже можно попасть, но там без денежки ты, в общем-то, далеко не уйдёшь. Но это все знают, это ни для кого не себе. Давайте тогда к интерактивному рейтингу. Вот если он будет выложен на сайте УНФ, и вы можете принять участие, то есть, к непосредственному вкладу в улучшение системы здравоохранения, получается, нести будете? Ну, посмотрите, какой будет рейтинг. То есть, если рейтинг составлять, надо рейтинг составлять по конкретным учреждениям здравоохранения. Я бы даже сказал, по конкретным врачам. То есть, вот кому-то и пошёл, и оцени. И не просто поставил там плюсик или минус, но если поставил минус, то тогда объясни, если поставил плюс, то тоже объясни. Иначе этот рейтинг опять-таки будет не очень корректным, эмоциональным, и не оценивать качество конкретной услуги. Понятно. К следующей теме переходим. Я слежу за вашим Фейсбуком, а вы там очень активны. Я знаю, что у вас достаточно плотные связи с Русской Православной Церковью. Вы многое пишете на эти темы тоже. И вот недавно совершенно сообщение, а владыка Марк по поручению Патриарха Кирилла, это вы пишете, вручал церковные награды, медали в связи с тысячелетним юбилеем представления святого равноапостольного князя Владимира. Среди награждённых прозвучало моё имя неожиданно, там есть фотографии. Неожиданно приятно или неожиданно как-то ещё? Ну, просто было неожиданно. Конечно, всегда приятно, когда тебя награждают. В данном случае это было неожиданно, потому что я узнал о награждении буквально за несколько часов до того, как это состоялось. И я считаю, что это вот как бы правильно. Не в том смысле, что меня наградили, не меня наградили, приятно, что наградили. А в том смысле, что когда идут государственные, допустим, награды, я имею некоторые награды. А какие у вас награды? Ну, ведомственные, скажем, я почётный работник высшей школы, почётный работник науки и техники, лауреат премии Кировской области. Но это же такие вехи отмечаются, да? Почётный работник, это вот отработал столько, сделал столько, вот награды. Вот это надо сделать. Это так просто получать. Я, конечно, понимаю. И дело в том, что ты, в общем-то, заранее знаешь, что тебя наградят, потому что сам должен составить некоторые документы, анкеты заполнить и так далее. А здесь люди со стороны, в общем-то, смотрят на твою деятельность. И я... Вот вы сказали интересную фразу, что во вплотной связи с Русской Православной Церковью. Да я просто член Церкви и так далее. То есть тут дело не в связях, тут дело в моей вере. А вы глубоко верующий человек? Ну, я думаю, что да. То есть это давно, и поэтому та деятельность, которую я делаю, это не за награды и не почему-то просто я так живу. Я так считаю нужным делать. Тогда, как глубоко верующий человек, хочу вас спросить, как вы оцениваете реакцию Церкви Русской Православной на действия таких людей, как Энтео и других православных активистов, если можно их так назвать, в Петербурге, например, да, и других еще более ранних спектаклей, Тангейзер и все прочее. Насколько адекватна, на ваш взгляд, реакция Церкви на происходящие события? Всякие там православные казаки, которые ходят и тоже сметают иностранные продукты с полок и все прочее. Вот наверняка же вы читаете, как высказываются представители Церкви, а они достаточно активно и разнонаправленно, бывает, сказываются. Вот достаточная это и адекватная реакция, это РПЦ. С чего-то другого можно было ожидать? Ну, насколько я знаю... Потому что категорично, а с самого верха никто не сказал, что это плохо. Да, вот я вот и хотел сказать, что Патриарх об этом ничего не говорил. Но говорили достаточно люди, приближенные к Патриарху, допустим, Партерьер Чаплин, который, в общем-то, представляет, отвечает за связь с общественностью. Он осудил, между прочим, действия вот этого Энтео. Это я запомнил именно, потому что перевод в «Тебе Бог» как-то переводится. Разве? Ну, «Тело» — это «Бог», а «Эн» — это внутри. Там, по-моему, как раз другой перевод. Я не знаю, я запоминал так, потому что я думал, что имелся в виду вот именно такое. Потому что у него настоящий имя Дмитрий, насколько я помню. Да. И, в общем-то, отнес Чаплин к этому достаточно отрицательно, к разгрому, во всяком случае, в выставке, там, с Адуром и так далее. Я тоже к этому отрицательно отношусь, к их действиям. Любой радикализм — это не... я думаю, что это не от Бога. То есть люди где-то находятся в прелести. Есть такой термин — заблуждаются. Вот, потому что сам Христос... А их заблуждение некоторые активно поддерживают. Вам не кажется, что вот то, что не высказываются первые лица, первое лицо государства, первое лицо церкви русской православной, может быть, это как раз позволяет этим людям находиться в прелести? Ну, собственно говоря, с ними, вот с этими людьми должны работать те... Правоохранительные органы прежде всего должны, а они стоят и наблюдают зачастую. Ну, это я беру. Должны работать и правоохранительные органы, и те, к кому они ходят, то являются их духовниками. То есть я вот не знаю, например, кто вообще этого НТО благословил на такие действия. То есть вообще, по идее, его должны были бы этого батюшка, который благословил под запрет, сразу направить. Потому что это, конечно... Ну, мы такого не слышали. Да, это неправильное действие, вот, и опять-таки, с точки зрения православного учения. Ну, вы поймите, что в церкви разные люди есть, церковь, она тоже из людей, из грешных людей, в том числе. Вот вы говорите, что люди находятся в прелести, там, да, вот, ну, бывает всякое, там, в семье не без урода и всё прочее. Но, однако, есть ощущение, что день от дня, месяц от месяца всё больше и больше таких мероприятий, я бы сказала, псевдо-православные, наверное, активисты производят. И поскольку их по рукам особо не бьют, ни правоохранительные органы, ни церковь, ни, там, первые лица, ничего, то это значит, что у них достаточно широкое поле для того, чтобы дальше производить подобные действия. Как вы думаете, возможно ли в Кирове подобные события, и что или кто мог бы им воспрепятствовать? Я думаю, что возможно и в Кирове, и в Кировской области, где угодно возможно воспрепятствовать им, может, опять-таки, если это люди верующие, только те духовные отцы, которые с ними работают. Потому что правоохранители, это, опять-таки, люди, если им не дана была команда остановить, они, может быть, просто не знали, как к этому относиться. Вот это удивительно. Не находите ли вы, Владимир Сергеевич, как это не знали? Приходят люди, громят выставку, разрушают здания, брельефы, значит, обрушают, и они не знают, что с этим делают. Почему не знают? Они тоже в прелести находятся? В незнании, в духовном незнании, потому что те же правоохранители, допустим, могут считать, что это правильно. Как они могут? Это вандализм. Как они могут считать, что это правильно? Они просто боятся? Извините, в 20-е, там, годы после революции, громили те же храмы, и людям казалось, что это правильно. Вы согласны, что церковь сейчас в нашем государстве все больше и больше силы имеет? Да, конечно. Есть такое. И поэтому эти правоохранители не в незнании, не прелести находятся, наверное, а в боязни в некой. Как бы их действия не расценили, как нарушение чьей-нибудь правоохранитель. Мы с вами здесь, потому что у нас правоохранители никому не даются. А, ну ладно. Хорошо. Значит, переходим к нашему сайту. Хакирова.ру. Напоминаю, что накануне прихода каждого гостя мы выкладываем анонс, куда вы можете писать свои вопросы. И сейчас тоже есть вопрос на сайте хакирова.ру. У нас до перерыва 4 минуты. Отвечать начнем. Я думаю, что даже уложимся. Пишет Людмила Михайловна. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Считаете ли вы, что восстановленные по всей Кировской области церкви могли бы стать не только опорой для сел и деревень, но и, безусловно, яркой доходной составляющей в туристических продуктах, над которыми так трудится сейчас наше правительство? Слышали, кстати, что трудится? Слышали, да. Нужно ли для этого передать все церкви, в том числе являющиеся памятниками культуры РПЦ? Сможет ли РПЦ потянуть финансовую нагрузку по восстановлению церкви? Такой объемный вопрос. И должно ли государство помогать в восстановлении церквей финансово, или сейчас это невозможно? Действительно, объемный вопрос, как минимум пять. Но, во-первых, не считаю по поводу первых двух вопросов. Так, значит, давайте считать, что у нас там первые два вопроса. Итак, считаете ли вы, что восстановленные по всей Кировской области церкви могли бы стать не только... Не могли бы. Не могли бы. Почему? Объясняю. Потому что туристов привлекают, в общем-то, не церкви. Если даже и есть такой, в Весе, паломнический туризм, православный туризм, так называемый. Но люди едут к святыням. К святыням или к людям, которых, в общем-то, как бы считают, ну, если не святыни, то, во всяком случае, очень такими отдухотворенными. И, ну, что церковь, ну, будут церкви. Почему вдруг туристы-то туда поедут? Не, не, не поедут туда туристы. У нас из туричевских брендов, именно религиозных, это только один, это Великорецкий крестный ход. И то, видите, как бы он не приносит уже такого большого туричевского дохода. Потому что немножко для... Почему, кстати, да, не приносит? А, что, несколько дней всего это раз. Во-вторых, еще раз говорю, должна быть святыня. Сам крестный ход это не святыня. Святыня это та икона, которая была обретена. И она чудотворная. Но икона-то нет. Икона-то утеряна. Если бы она... Есть список, он хранится в Трифоново-монастыре, с которым ходят. Но дело-то в том, что нет оригинала, которые именно чудотворные. Нет. У нас ведь есть несколько чудотворных икон в регионе. Есть, да. В Слободском, я знаю, есть. Ну, в Слободском, я знаю, что есть точно. И вот эта икона. Ну, значит, нет, достаточно чудес нет той... То есть это православные святыни, и это одухотворенные, просветленные, да, батюшки, которым... Православные святыни либо чудотворные иконы, либо чудотворные мощи, либо действительно одухотворенные люди. А сами по себе церкви, пусть даже и прекрасные, и восстановленные, они не будут. Какие у нас прекрасные церкви. У нас, собственно, православие-то здесь вот с приходом Трифона Вятского начало процветать. У нас нет царейных церквей, а новая церковь не представляет ценности. Ну, именно такой... Серьезно? А у меня всегда было ощущение, что, как ни заедешь в село, стоят шикарные, полуразрушенные, правда, но очень красивые церкви, корабли, церкви, свечи. И восстанавливать-то надо. РПЦ нужны эти церкви? Я думаю, что не потянет Вятская епархия. Вот все, если будет государство помогать, и я считаю, что оно должно помогать, потому что оно забрало, оно разрушило, оно и должно помогать. Но сама церковь все не потянет. Кстати, восстанавливается очень многое. Наш ладыка Марк молодец в этом отношении. Я очень уважаю его то, что действительно очень-очень много восстанавливается, строится. То есть при нем прямо строительство. Несмотря на... Вы уважаете, несмотря на то, что время от времени возникают такие возгласы, что уж очень жесток он, и цены высокие ставят на свечи. После прерыва, если захотите, я объясню, почему такие цены. Да, очень хочу. Сейчас прерывусь на две минуты, расскажете, почему такие цены. И продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает ретро-рвятского социально-экономического института Владимир Сизов, который обещал нам до перерыва рассказать, почему такие цены сейчас на свечи, и почему люди на это ропщут, потому что считают их слишком высокими. Вот тут хвалили Владыку Марка, я бы, соответственно, вас спросила. Ну, я, допустим, являюсь, скажем так, председателем ревизионной комиссии одного из приходов. Так, вот это уже интересно, так. И я знаю, из чего складываются доходы-приходы. Вот вы знаете, вот в нашем, всяком случае, приходе 50% дохода складывается из пожертвований на свечи. Именно поэтому свечи, они являются таким товаром наиболее востребованным. А вообще как жертвуют сейчас прихожане? И, значит, вот добровольное пожертвование, на которое, вы знаете, ящички здесь стоят, они составляют примерно 2-3% всего. Пустуют ящички. Вот и представьте, не пустуют, но кладут кто 5 рублей, кто 10 рублей. А как на это содержать храм? Вот такие большие храмы, там же только на отопление, тысяч по 40, по 50 зимой уходит. И ваша копеечка к содержанию не поможет, поэтому все просчитано. Никто ведь вас не заставляет, собственно говоря, вы любую сумму можете положить за свечу. Можете ее за 100 рублей купить, можете за 50. Просто там... Это неправда. Они лежат с ценниками уже, эти свечи. Нет, это не ценник. А что это? Это минимальная сумма пожертвований. А, минимальная сумма пожертвований. Да, рекомендуемая. И, кстати, не везде. То есть есть храмы, ну, я знаю, во всяком случае, 3 храма в России, в Киевской области, где нет никаких цен, нет никаких цен, и человек может сам любую абсолютно сумму пожертвовать. Там, наверное, много паломников, скорее всего. Конечно, это те храмы, где действительно, которые играются еще и историческо-культурными ценностями, или где есть какое-то государственное, может быть, или не государственное датирование, может быть, какие-то крупные пожертвовали, пожертвователи. То есть где же вот таких, как бы, пожертвователей нет, к сожалению, без этого храм не может выжить. Потому что, ну, вот у меня, у супруги, ну, так получилось, отец мула. Так интересная у вас семья. Она православная, да. И мы с ним недавно разговаривали, он перестал ходить в мечеть свою, мечеть закрылась. Причина? Нет денег на содержание. А где? Это не нашли? Это набережных членов. Несмотря на то, что в Ислабии тоже есть закят, так называемый, то есть 3% от своего дохода каждый мусульманин должен жертвовать, и причем они это делают очень точно и аккуратно, вот этих денег не хватает на то, чтобы поддержать мечеть. Я боюсь, что если бы владыка не установил вот такие цены, то храмы некоторые просто пришлось бы закрыть, потому что действительно цены на свечи, вернее, свечи, это основной, ну, половина дохода храма. Вот еще о чем хотела спросить, тоже, кстати говоря, опираясь на вопрос Людмилы Михайловны, на основании которого мы сейчас с вами говорим. Вот она сказала такую фразу, что считаете ли вы, что восстановленные по всей Кировской области церкви могли бы стать не только опорой для села-деревень, но и тин-тин-тин. Опорой для села-деревень. Поскольку практически, правда, в каждом более-менее крупном селе, да и сейчас уже и мелком, есть эти храмы, правда, разрушенные. Ситуацию с населением в селах тяжелая, как отчитывается Минздрав. Как вы думаете, если бы действительно восстанавливались церкви, наши села пожили бы, стали бы более крепкими, как-то изменился бы народ или просто в современном мире это уже другая тенденция и нельзя повернуть время. Здесь надо, как бы, все-таки причинно-следственную связь установить. То есть, кто будет восстанавливать эти церкви, храмы? Вдруг. Ну вот представив себе, вот они восстановлены. Вот они восстановлены. И в каждой церкви есть приход. Они могут быть восстановлены только тогда, когда там, когда село нормально заживет, когда там появится какой-то бизнесмен, фермер, предприниматель, который будет жертвовать на восстановление храма бабушки, которые в некоторых деревнях умирающих живут, они не смогут на свои пенсии восстановить эти храмы. Им это не надо. Им, в принципе, достаточно даже молельный дом был, чтобы туда батюшка раз в неделю, хотя бы раз в месяц приезжал, ну и как-то их причащал. То есть, сами храмы по себе, они не притянут ни паломников, еще раз говорю, ни жителей. Вот, чтобы село восстанавливались, что, прежде всего, нужно делать, да, когда не закрывать школу в них. Потому что закрываешь школу, ну, куда деваться-то? То есть, люди уезжают, пока школа есть, люди как-то держатся, дети учатся, дальше продолжают, так сказать, работать там. И вообще какая-то инфраструктура появляется. Потому что наша школа-то все-таки датируется государством, областными какими-то деньгами. А кто храм, так он, он не датируется областными деньгами. Поэтому школа важнее, а потом уже храм. А потом уже храм. Это особое мнение Владимира Сизова. Мы продолжаем. У меня тут есть парочку вопросов. Вот раз уже заговорили о школах, то коротко о ГТО. Да, сдача норм ГТО в школах будет обязательно уже со следующего года. Министр образования Дмитрий Ливанов об этом сообщает, подтверждает. Против тотального внедрения физических норматив выступает главный редактор газеты «Спорт» в школе Ольга Леонтьева. Она подчеркивает, что представители власти, которые занимаются внедрением этих норм ГТО в школах, абсолютно некомпетентны. Вот вам какая позиция ближе? Как в вашем ВУЗе, кстати говоря, будут внедряться и внедряются ли стандарты ГТО? Какое участие в этом процессе могут принимать педагоги? Потому что, опять же, слухи расходятся всегда, как круги по воде. Что как раз педагоги-то это самая благодарная аудитория. Им ведь сказал? Они вышли и сдали. Куда они денутся? Вы знаете, ГТО у нас, хотя и названо, что это добровольно, в принципе, но если эта инициатива исходит от государства, тем более от высоких государственных чиновников, то это всегда получается добровольно и обязательно. То есть мы посмотрим, кто там доброволец, а кто не доброволец. Раз ты не доброволец, значит ты политику нашу не одобряешь. Поэтому, в общем-то, все и исполняется, и выполняется, особенно в образовательных учреждениях. А добровольность у нас всегда бывает только, когда общественная организация что-то инициирует. Поэтому, вот мне уже это не нравится, то, что объявлено добровольным, а выполнять почему-то надо обязательно. Как-то расходится. И если это будет добровольно, но я уже говорю, что это не будет добровольно, то я только за. То есть кто хочет, тот пускай издает. Но поскольку это обязательно, то, знаете, это отнимает много сил, время и не только у школьников или у студентов, но и у нас, у педагогов и организаторов. Конечно, вы же должны организовать все это. Да, и нам есть, в общем-то, чем без этого заняться, и уроки физкультуры, они обязательны, в школе есть, и в вузе обязательны уроки, а это как бы сверхнормативная нагрузка. Еще раз говорю, когда этим занимаются те, кто хотят, кто хочет, кто сдает, и так далее, ну, ради бога. Но когда при этом тебе нужно отчитаться, сколько у тебя этих добровольцев, да, чтобы было не меньше. А придется это, наверное. А вам придется, кстати говоря? Придется. 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 И пойдете вы сдавать? И пойдем сдавать. Стройными передами. Ну, и сейчас вопрос, который совершенно не касается, как нам кажется, сейчас Кировской области, города Кирова, а может быть даже и в целом страны. Но уж больно страшны те сообщения и те кадры, которые мы видим каждый день по телевизору. Я говорю о том, о тех потоках мигрантов, которые с Ближнего Востока и Северной Африки стремятся в Европу в данный момент. Ну, правда страшно. И маленький этот трехлетний мальчик выброшен на берег в Турции, и эшелоны людей, которые там, ну, просто как во время войны, да, что и происходит на самом деле. Но не в Европе же она вроде бы. А как Вы считаете, почему мигранты, ну, по крайней мере, я такого еще не слышала и не видела ни разу, никакого репортажа, и в интернете тоже, не стремятся в Россию? И при каких условиях они могли бы, вот эти самые мигранты из Ближнего Востока и Северной Африки, и при каких условиях они могли бы проявить интерес к нашей стране? Ну, на самом деле, у нас мигрантов достаточно много, и миграционная политика, и существует, во-первых, миграционная политика определенная, ну, и есть, так сказать, теневая миграция. Ну, это Вы сейчас говорите про Среднюю Азию, про бывшие республики Советского Союза. А меня интересует Африка и Ближний Восток. А это очень взаимосвязано между собой, потому что, чтобы мигрант приехал к нам, особенно в Россию, ему уже надо где-то тут жить и работать. А те места, которые он мог занять, они уже заняты вот этими мигрантами из Средней Азии. Там существует достаточно жесткое распределение, и мигранты, ну, Вы, может быть, знаете, между ними поделены сектора. Я подозреваю, что это так. В Москве, ну, вот, таксисты, это грузины, то есть, там, строители, это таджики, да, и так далее. И если ты сунешься туда... Ну, миграционная служба отчитывается, что за последний год... Я говорю про теневую миграцию. Да, что за последний год мигранты, о которых Вы говорите, наши родные, они покидают страну и уезжают обратно на родину. Ну, некоторые, может быть, и уезжают некоторые, но в то же время, если взять статистику, то у нас все-таки, допустим, по стране отрицательная статистика по рождаемости и смерти, то есть убыль населения. Однако, благодаря мигрантам убыли нет, есть прибыль, даже небольшой прирост, но он именно не за счет повышения рождаемости, а за счет того, что вот миграционные потоки, то есть сотни тысяч, на самом деле, едут, если не миллионы. Поэтому есть миграция. Что же касается вот этих, если взять официально, как разбираются там с мигрантами, у нас все-таки законодательство достаточно жесткое, и оно самое главное исполняется. Если на Западе либерально относятся, и ведь едут-то там тоже нелюбые мигранты, имейте в виду, то есть едут из бывших колоний. Франция там оккупировала, почти там полуафрике оккупировала, вот они едут там во Францию и другие страны, как бы близкие там по языку, по культуре какой-то. И изначально была либеральная политика в отношении вот этих бывших колоний, ну вроде как обязаны, да, вроде как были колонии, вроде обязаны. И сейчас, чтобы исправить ситуацию, им, конечно, надо срочно объединять законодательство, срочно менять политику. В Европе, в Европе, да, и жестко его исполнять. У нас как раз законодательство жестко исполняется, вне зависимости даже от того, как повела бы себя общественность, даже если бы общественность сказала, пусть едут, ну есть законодательство, которое бы это быстро все прекратило. Есть квоты там, по-моему, 300 тысяч или сколько-то человек, мигрантов в год, и кроме этого, конечно, есть нелегальная миграция, но ее не так много, то есть ловят и выдворяют. То есть нам в ближайшее время ожидать подтолка мигрантов из Африки? Я думаю, нет. Не стоит. Спасибо большое. Это было особое мнение ректора Вятского социально-экономического института Владимира Сизова. Приходите еще. Спасибо вам. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.